А вот вы ведь как человек, который гастролирует много, успешно даете интервью по всему миру. Скажите, есть принципиальная разница между характером вопросов и манерой беседы между западными журналистами и отечественными? Это от человека зависит прежде всего. Это понятно. Есть люди с заданием с определенным, которые обязательно вас будут спрашивать про Крым, или про политику, или про президента, или про экономику. Но меня научил в самом раннем еще моем, можно сказать, возрасте, когда я только начал гастрольную деятельность, вице-президент Колумбии артист, такой был Сэм Нифолд, когда я в ужасе был от ряда журналистов, которые спрашивали неизвестно что, я говорю, как же с этим быть вообще? Что делать? Он говорит, я тебе дам совет. Я говорю, какое? Он говорит, вот тебя спрашивают о чем-то, а ты говори то, что тебе нужно. Это отличные манеры, да. Мне кажется, что вы, тем не менее, этому совету не вняли, вы иногда ведетесь на провокации. Но, во всяком случае, из-за того, что мне удалось найти в сети, иногда вы отвечаете на... Просто человек позднор, который вот что-то такое вырывает откуда-то из глубины веков. Ну что меня радует, это то, что я приду через экран телевидения к людям, может быть, которые никогда не приходили в Московский Международный Дом Музыки. И, может быть, они после этого придут. Потому что это моя мечта. Я когда-то был в венском зале золотом, Музикферайн, совсем молодым. Первый раз я пришел в этот зал, и меня привела графиня такая, наверх туда, и сказала, вот в этой луже я сидела со своей бабушкой. А она уже была не молодая женщина. Вот моя мечта, чтобы так было и здесь.